Здравствуйте! Специальное интервью на ОТВ. И сегодня гость нашей программы, начальник отдела надзорной деятельности Владимир Аркадьевич Старожук. Владимир Аркадьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну уж, коль скоро вы появились у нас в студии, все знают, что значит разговор пойдет о пожарной безопасности в первую очередь. Владимир Аркадьевич, прошло полугодие, если можно, подведите вкратце его итоги. Какими они стали для нашего Одинцовского городского округа в части того, что касается именно пожаров? Добрый день, жители городского округа и гости! Хотелось бы начать с того, к сожалению, что у нас наблюдается высокий рост как пожаров, так и последствия от них. Более 429 пожаров случилось на территории нашего городского округа. И погибло на них 6 человек. Это в два раза больше, чем по итогам прошлого года. Конечно, это невосполнимые потери. К сожалению, это в большей части люди социальные, в плане того, что потребляющие спиртные напитки и гости нашей страны. Ну и получены травмы, к сожалению, более чем в два раза, чем по истекший период, как в прошлом году. 8 человек получили травмы на этих же пожарах. Рост пожаров обусловлен был в первую очередь в зимний период и начало весны, где холодное время года – это печи, пользование электрооборудованием исправным. То есть обычный такой набор стандартный. Да, которые привели и к пожарам, и к гибели людей на них. Ну, надеюсь, что в оставшийся период года мы сможем выйти в статистику прошлого года и немножко остановить такой ошламляющий рост пожаров. Погода нам в этом плане помогает. Я думаю, то, что наша работа, ваша работа дадут итоги свои, и не произойдет, к счастью, больше ни гибели, ни травмир, ни людей. – Владимир Аркадьевич, ну, еще такой показатель обычно приводится как материальный ущерб. Есть ли какие-то цифры, уже подведены ли какие-то итоги? И по статистике с аналогичным периодом прошлого года по сравнению. – Да, цифры, естественно, они миллионными принимаются. Но таких именно вот сейчас я вам, к сожалению, привести не могу, но именно сейчас это будет по итогам уже всего года подсчитано. Потому что по многим пожарам происходит еще следствие, проводится. – То есть, окончательные цифры еще просто не сформированы. – Да, я не могу вам их еще озвучить. – Владимир Аркадьевич, ну, сейчас вот идет у нас такой летний период пожароопасности. 1 мая, если не изменяет память, был введен специальный режим губернатором Московской области. Сейчас он продолжается. Вот что касается именно леса торфяных пожаров, здесь как обстоят дела? Ну, понятно, что пошли дожди. Очевидно, это в какой-то степени ситуацию сглаживает. Ну, вот на ваш взгляд, с точки зрения профессионала, что сейчас у нас в этой сфере происходит, в этой области? – Да, ну, на сегодняшний момент тему природных пожаров активно проявляли, освещали вы и ваши коллеги в СМИ. Это было сильнейшее возгорание таких, и не было долгие-долгие годы уже. Это Сибирь, когда такие площади лесных пожаров природных привели к таким катастрофическим последствиям. К нашему счастью, в нашем районе допущено природных пожаров не было. Но в других районах на территории, вот буквально в Егоревске, на той неделе происходил такой крупный пожар, где было охвачено почти более 30 гектаров лесных массивов. Ну, это вот о чем ранее мы говорили и выступали с вами. К сожалению, лесные наши массивы захламлены еще последствиями природного тогда такого явления, как дождь ледяной, который повалил большой коллектив деревьев, и лес до сих пор не очищенный, не перегнивший эти, сухостой. И, естественно, короеджу, который очень большое количество сухой, и сихих деревьев, ну, дает повод и возможность, если вдруг с людской помощью занесется огонь, то последствия могут быть значительные. Нами проводится очень профилактическая работа, нами, лесниками, администрации района. Профилактическая работа по недопущению таких, именно недопущению возможных заходов леса и, естественно, разведения костров и так далее. Это вот, о чем вы уже упомянули, было губернатором Московской области введено, введен особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, сжигание мусора, вот, нахождение в лесу именно с такими целями. Поэтому это дало свои плоды, и, к счастью, у нас допущено, особенно в тот весенний, начало летний период, именно природных пожаров. Что же касаемо, что нами было сделано, это более-менее конкретно. У нас 10 населенных пунктов и 17 садовых некоммерческих товарищей, которые именно находятся в лесных массивах, вблизи. В этих населенных пунктах, они проведены опашка, еще ранней весной, также садовых товарищей, произведена расчистка вблизи них, и силами как администрации, так и самих представителей садовых товарищей, где именно допуска в случае пала сухой травы, не допустить в лес, и не допустить, естественно, до отгорания от них на строение. Хотя в нашем районе был ряд случаев, где от пала сухой травы загорали дачные дома. Ну, вообще, Одинцовский район, Владимир Владимирович, насколько я понимаю, достаточно сложен именно потому, что много и садовых товарищей, много людей приезжает сюда на отдых, на пикники, на шашлыки. И это все создает дополнительные такие точки напряжения, места, где может произойти возгорание. Ну, вот сейчас мы видим, погода стала более влажной, похолодала. Значит ли это, что опасность отступила, что может отдел надзорной деятельности, огнеборцы наши расслабиться, перевести дух? С радостью, к сожалению, нет. Или что-то другое в этот момент? Нет. Но даже вернуться к природным пожарам, к сожалению, то, что это уже бич стал, это пал сухой травы происходит чаще осенью, весной, но по той причине, что перестало окашиваться совершенно вокруг строений, поля, пустыри и так далее. Трава после таких хорошего тепла и дождей очень высокая. И сейчас он начнет, естественно, уже подсыхать ближе к осени. Ну, и как после подсыхания, это порох, это именно такая горючая субстанция, которая очень опасна как и для нас, так и для жителей в целом. Поэтому хотелось бы, если есть возможность к концу передачи обращусь еще к жителям, но напомнить, что по возможности надо проводить, окашивать вокруг своих строений, вокруг садовых товарищей, вокруг поселков своих, окашивать траву обязательно, естественно, дабы не допустить возможности происходящих, пала травы, это не погашенная сигаретка, это просто детская шалость и так далее, разведенный костер, который может привести к последствиям более серьезным. А вот что касается мест, где происходят основные пожары, мы привыкли к тому, что, например, если зима, то это бани, если лето, то люди уезжают там за город, возможно, в квартирах учащаются. Вот сейчас, можно ли сказать, где сосредоточены основные очаги? Все-таки основные очаги сосредоточены, это частный сектор и садовый товарищ, и бани. Ну, сейчас, как вы упомянули о похолодании на улице, это, к сожалению, люди стали... Греться стали, да, в банях, частые их топки. Ну, естественно, как любой прибор, это печь, банная печь, требует к себе очень внимательного отношения. Это отступки, разделки, естественно, чистки сажи в трубах и так далее. Что, если не планово этими заниматься, это приводит к возгоранию. Естественно, и возгоранию, и перевод, если уже баня, к сожалению, из-за того, что очень близко настроены постройки, оно перекидывается и при наличии ветра, перекидываются на другие строения, поэтому пожар принимает очень такие последствия, которые могут привести к пожару нескольких строений, как это было неоднократно уже. То есть, любителям пара или это бы расслабляться не стоит? Безусловно, конечно, но зачастую, ну, опять, к сожалению, наверное, люди приезжают отдыхать и употребляют спиртные напитки, отраслабляются, поэтому... Одно накладывается. Да, одно накладывается, и в процессе происходят такие катастрофические последствия. Владимир Аркадьевич, я знаю, что если перед осенью вы обследуете учебные заведения, да, то летом вы активно участвуете в детской летней оздоровительной компании, вы проверяете места, где дети отдыхают и так далее. Вот если можно немножечко об этой стороне вашей деятельности, сейчас лето, дети в лагерях временного пребывания, здесь все ли у нас нормально, все ли профилактические меры приняты? Ну, мы называем не временного пребывания, а темного пребывания детей, они не ночуют. Там это в школах, практически в каждой школе, более 50 детских оздоровительных лагерей было у нас в этом году, где отдохнули дети в июне месяц, к сожалению, они прекратили. В большинстве своем, в своей деятельности осталось буквально считанное количество этих лагерей, которые действуют именно в дневных, при школах. Вот, в этих лагерях также мы проводили дни пожарной безопасности, организовали экскурсии в наши пожарные части. Детям было это очень интересно. Я думаю, что эта работа проводиться будет и дальше. Но также на территории нашего района, ну, я не знаю, как сказать, осталось, наверное, потому что старое, буквально 15 лет назад было 17 лагерей на территории Одинцовской района. Сейчас, к сожалению, городском округе осталось их всего 4. Вот, это с круглосуществует пребывание детей эти лагеря. Вот, мы тоже там проводим обязательно в каждой СМИ дни пожарной безопасности. Вот, буквально пару дней назад был проведен День пожарной безопасности в оздоровительном лагере «Орленок», вот, в котором, значит, принимали участие, активно участие и кинологи, и наши пожарные машины. Это же Вениград, да? Да, это Вениград. Пожарная техника, где ребята проводили, пытались стволом пожарных рукавов, пожарных машин подзабивать цели на точность, были проведены викторины. Ну, я думаю, им было очень интересно. Это проводится, ну, каждую смену, поэтому эвакуация обязательно. Вот, где, ну, и, естественно, инструктажи своего рода, где дети напоминают, как себя вести надо. И на водоемах, если он будет с родителями, и в разных посещаемых многолюдных местах, включая магазины, кинотеатры и так далее, как они даже должны подсказывать своим родителям в случае поведения в нештатной ситуации. Владимир Аркадьевич, можно ли сказать, что вот такая серьезная профилактическая работа, направленная именно на детей, приносит свой результат на статистике? Это как-то сказывается детского травматизма, детской гибели на пожаре? Безусловно, конечно. Конечно, по Московской области у нас за прошлый год Московского погибло, к сожалению, погибло 17 детей. Вот, разные были причины их гибели, но самое главное и основное – это шалость. Вот, ну, вот уже за истекший период этого года в Московской области, к сожалению, я еще раз повторюсь, и глубокое сожалению, потому что гибель детей – это… Ну, это всегда страшно. Да, всегда страшно, и мы берем на себя ответственность за каждую жизнь ребенка, потому что не смогли, не уберегли, может, не доработали. Ну, естественно, в первую очередь это, конечно, лежит на родителях и опекунах этих детей, с кем они находятся. Потому что оставление детей – это… Ну, все дети, 90%, которые погибли или пострадали на пожарах, это были оставленные дети. Я понимаю, что у родителей тяжелый график сейчас и с работами, и так, и многие дети не всегда посещают лагеря или дошкольные детские садики, поэтому, находясь дома, естественно, представлены сами себе. Вот. Ну, и вот, как вот, наверное, видите, в Ютубе были такие очень-таки страшные кадры, где там выходят дети на балкон и так далее, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, и играются с огнем. Что касается нашего городского округа? Большому счастью с работой вашей, нашей, родителей. И я думаю, то, что работая в школах, мы у нас, доброму нашему имени, не случилось ни одной травмы и гибель детей на пожарах. Ну, и вот еще добавить, что также проводили школа, в школах квест-румы такие интересные пожарные тематики. Я думаю, что детям интересные и запоминающие. То есть, те факты, которые после встречи с нами, они впитывают. Во-первых, они в форме игры, поэтому это запоминается. И я думаю, остается на долгие годы, и встречался даже с родителями после наших визитов в школу. Мне говорят, я много узнал о ребенке по поводу пожарной безопасности от ребенка, который мне об этом сказал. То есть, дети еще и родители подучивают? Безусловно, конечно. Не то, что подучивают даже, но я думаю, что те знания, которые, может быть, даже у родителей они и были, освежаться в памяти. Освеживать ничего не мешает. И что касается ситуации на водоемах, я понимаю, что это не только, а может быть, даже не столько зона вашей ответственности. Тем не менее, и все равно вы обращаете на это внимание, я знаю. МЧС – структура очень большая. Они находятся, как я уже до этого сказал, как кинологи, пожарные, спасатели разных, и горноспасателей, и в шахтах спасатели. Но также есть такая компания, как ГИМС. Это именно по спасению и на водах. Я хочу сказать, что мы работаем в одной системе, естественно, делаем одно дело. Как и в тех ситуациях, когда у нас проходит рост пожаров, и вот, как я вам сказал, весной войне выходит помощь нам. Ну и мы в помощь им, когда вот это вот первый лед, такие вот проводятся мероприятия. И вот сейчас, когда был… Пляжный сезон, да. Пляжный сезон, установилась теплая погода, и мы прорабатываем, помогая им принимать активное участие в установке и оборудовании пляжей на территории района. Потому что именно на пляже, когда он оборудован в полном объеме, на территории района у нас тоже не оборудованы, где именно следится за его состоянием. Состоянием купающихся и состоянием, находят спасатели и медики, которые в любой момент, в случае каких-то экстренных ситуаций могут помочь. Вот. На сегодняшний момент эти пляжи, ну, сейчас по погоде уже об этом говорить может не столь актуально, но когда вот находились жаркие дни, но зачастую мы проводим рейды, пытаемся вместе совместно с ГИМС, очень много мест, которые не охвачены, и люди просто не пользуются пляжами, а именно, как это называется в народе горями, на берегу. Места, да. Ну, если еще Москва, река наших, на территории нашего района, она более-менее не глубоководна, но, к сожалению, есть большое количество карьеров, которые достигают глубины 10, 12, более метров, то, естественно, что там и перепад температур, где, то есть, карьеры, где верхний слой воды очень горячий, а нижний практически ледяной, где просто судорога и человек от неожиданности теряет. Да, и были случаи, к сожалению, к счастью в этом году не было, но в том году были ряд случаев, где не выплывали люди после вот посещения таких мест. Поэтому, ну, еще раз обращусь, везде, везде мы должны быть здравый смысл, внимание, понимание. Трезвость, наверное, да, тоже немаловажный фактор. Обязательно, конечно. Вот. Ну, и, естественно, когда даже отдыхать, все-таки смотреть, что ты делаешь, как ты делаешь, и давать оценку себе и другим, где-то можно даже подсказать кому-то. Владимир Аркадьевич, ну, и в завершение, может быть, несколько слов обращения к нашим телезрителям, потому что и лето еще не закончилось, и разная погода еще впереди нас ждет. Вот, что вы хотели сказать для того, чтобы, очевидно, это же тоже часть вашей профилактической работы в том числе. Безусловно. Спасибо большое, во-первых, за то, что дали такую возможность. Это очень редко, и вот охват населения при... Даже когда мы выступаем, где-то приезжаем в садовое товарищество или на каком-то совещании в садовом товариществе, ну, от силы, ну, 200-200 человек соберется. Это очень-очень редко, потому что к этому мы стараемся в клинице, когда решаются какие-то иные вопросы, потому что вопрос, к сожалению, безопасности уходят на вторые, десятые планы. Есть другие, но когда коснется, не дай бог, конечно, когда человека, это для него проблема номер один. И дабы, чтобы это... Мы пытаемся докричаться, чтобы это как меньше вас коснулось в прямом смысле, чтобы на примерах уже людей, у которых это случилось, вы обратили на это внимание и, по возможности, не допустили какой-нибудь чрезвычайной ситуации у себя или где-нибудь у ваших друзей и родственников. Ну, я хочу еще раз сказать, пик возникновения пожаров, это у нас такой пик, это все-таки осенне-зимний и весенний период, когда вот наступают те, когда промежутки, когда люди уже погружаются вот в осенне-зимний холодный период времени, когда начинаются уже нагрузки на электросети, на, еще раз повторюсь, то, что было выше печи, камины. Вот. Ну и они являются одними основных причин по воскаранию. Хотелось бы на эту тематику сказать, что по электропроводке, чтобы обязательно провести ее, проверить ее на ее безопасность, проверить наличие автоматов, их сработка, особенно сработка полы. Вот. Ну и, естественно, если есть каминопечи, их обследование, их разделок, сажи, чистки. И 90%, кто живет в частном секторе, это котлы, где должно быть у вас обслуживание с газовой компанией на его безопасность, этого котла. Естественно, тоже про чистка, если она требуется, потому что газовая компания должна вам это предложить. Вот. И, ну, естественно, вот то, что безопасность этих газовооборудованных котлов, ну, как показывает практика, к сожалению, тоже не на высоком уровне. Ну и большущая просьба обращать к вам, никогда с нами не встречаться по прямому нашего назначения. Только здесь, сейчас и проводя такой мини-обзор. Да, может быть, по вопросам профилактики. Безусловно, конечно. Ну что уж, Владимир Аркадьевич, спасибо огромное. Я желаю, чтобы оставшийся летний период, пожароопасный период прошел на территории нашего района, благодаря вашим профессиональным действиям, как можно спокойнее, благополучнее и тише. Спасибо. Я напоминаю, что гостем сегодняшнего специального интервью был начальник отдела надзорной деятельности Владимир Аркадьевич Старожук. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся на ОТВ. Спасибо. 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 Спасибо.